Если корни ваших орхидей постоянно то высыхают, то сгнивают, тогда возможно вам стоит поменять полив на другой, а именно перейти от полива методом погружения на время на полив в поддон. Но обращаю ваше внимание, это не простой полив на нижний уровень воды по границе дренажа, а с добавлением очень полезных препаратов из аптеки. И только тогда корни ваших орхидей будут выглядеть как мои и перестанут гнить. Это касается корням, которые являются растут над горшком, воздушные, вне субстрата, как допустим эти корни орхидеи фаленопсис принцессы дракон, ну или корни моего дикого кота. Кстати, если орхидея с корнями, но без листьев, то полив в поддон поможет стимулировать рост нового листика. На самом деле я уже давно отказалась от полива орхидеи методом погружения на время. Конечно, это полезный полив, но очень просто с таким поливом упустить ту самую меру просыхания корней. Поэтому я перешла на другой способ, нижний полив, так называемый, полив в поддон, полив по уровень дренажа, где корни буквально на 1 см находятся в воде или же нижний слой. Посмотрите. Тем самым они постоянно равномерно, своевременно получают воду и вот так вот просыпаются и заново начинают расти. Ну а если они уже есть, то продолжают свой активный рост. Кстати, я специально показываю вам, казалось бы, на первый взгляд, самый проблемный участок, это нижний уровень, это корни под горшком. Самый нижний, потому что по физике вода там всегда остается, там самая влажная среда именно. Поэтому корни чаще всего начинают гнить именно снизу. Поэтому вот посмотрите, полюбуйтесь вместе со мной, как в моем случае, все ровным счетом происходит наоборот. Корни растут, разрастаются и уже в скором времени можно будет даже пересаживать такую орхидею, потому что корни обрастают весь объем. Вот я дополнительно еще специально для вас снимаю, что происходит внутри коршка, под горшком, потому что действительно такие корни заслуживают вашего внимания, потому что на дно я добавляю воду, чаще всего ядированную, лимонную воду или кислородную, то есть перекиси водорода. Все пропорции с цифрами по рецепту я оставлю и закреплю в комментариях под этим видео сразу же. Плюс ко всему еще хочу сказать, что такой полив в поддон, наверное, незаменим в тех случаях, когда вы недавно купили растение и есть торфяной стаканчик под шейкой. Поэтому или же проливаете по краю тонкой струйкой или в нижний уровень, то есть добавляете воду в тарелку, в поддон по уровень дренажа. С добавлением йода, лимонной кислоты и перекиси водорода, ведь эти препараты помогают обеззараживать корни. Самое главное, они также влияют на качество воды, ведь такая вода дольше прослужит вашим корням и поможет их оживить заново. Спасибо.